То, что мне пишут в комментарии, что вот будет шелушиться кожа, ну, вот я, например, задумываюсь теперь делать, не делать, да, и все. С усами такая тетка смешная. Хочется, знаете, не вылазить в зоны комфорта, но иногда приходится себя заставить. Я иногда говорю себе, вставай, выходи. Так, икра, горбуша, вот скумбрия по-домашнему. Почти все я купила, еще осталось в пятерочке, и фрукты, может быть, здесь и возьму. Хотела, девочки, покушать без вас. Ну, думаю, я же вам рыбу распоказала, то надо ее тогда и попробовать вместе с вами, да. Всем доброе утро, девочки мои. Соскучились? Я тоже. Да, и не соскучилась. Спроснулась я сегодня рано, в пять часов, и уже искупалась, привела себя в порядок. И хочу я сегодня попробовать все-таки эти носочки. Думала я, может быть, не надо, может быть, не стоит. Ноги будут шелушиться, я думаю, может, кожа не облезет, но попробовать все равно решила. Пилинг носочки, безупречный педикюр. В общем, в фикс прайсе взяла вот эту вот штуку, это корейская штука. В общем, думаю, надо попробовать. Ну, как так вот, жизнь прожить и ничего, и чего-нибудь да не попробовать. В общем, короче говоря, там написано, надо сначала вымыть ноги, высушить, но я искупалась уже. Потом надеть носочки на час-полтора. И через 4-5 дней начнет отшелушиваться кожа. Но я надеюсь, она будет отшелушиваться не сильно. Ну, в любом случае, я решила все-таки это дело попробовать. Не стала я это делать в тот день, когда я фикс прайс снимала, потому что, в общем-то, думаю, ну что, лучше уже это делать, знаете, вместе с вами, открыть, сделать. Вот, но если через 4-5 дней будет отшелушивание, но это, наверное, будет уже не в этом видео. Но результаты в любом случае я вам сообщу, чтобы вы знали, потому что то, что мне пишут в комментарии, что вот будет шелушиться кожа, ну, вот я, например, задумываюсь теперь делать, не делать, да. Но я сделаю специально для вас, для того, чтобы вот вы знали, стоит это дело брать или не стоит, насколько это сильно там отшелушивается. Вообще, какие ощущения? Носочки эти одену я, и какие будут ощущения? В общем, короче говоря, все, вскрываю упаковку, надеваю, рискнем, как говорится, да, не глядя. Так. Ну, запах такой легкий-легкий, приятный запах, в общем, нормальный, ну, надеваю, в общем. В общем, вскрыла я упаковку. Так, мне как-то так должны быть выложены. Мне очень хотят они разделяться. Ладно, разделили. Так, и тут есть такая вот липучечка, хорошо, что они закрываются на липучечку. В общем, надену, девочки, посмотрим, что будет дальше. Напугали вы меня в комментариях? Теперь боюсь. В общем, надела, девочки, я эти носочки. Хорошо, что они там залепляются. Но я хочу сказать, ходить в них неудобно. Так что, если вы думаете, что полтора часа будете что-то делать, не получится. Ну, так, можно передвигаться, конечно. Чевыркает, но ноги как-то ездят туда-сюда. Вот так вот. Так что нужно ходить очень осторожно. Вот. Ну, или сидеть, смотреть, может, фильм какой-нибудь, полежать можно. Вот так вот иду, и они прям катаются. Чевырка, 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 чевырка. В общем, в инструкции написано, что через 60-90 минут нужно будет снять носочки и смыть водой остатки вот этого средства. Так, если у кого-то покраснение, значит, надо снять, может быть, аллергия, если у кого-то. Ну, у меня нормально пока, по ощущениям, ну, как намазано что-то и все. Ничего не чувствую. Давайте почитаем, что здесь в инструкции написано. Именно состав, может быть, кому-то будет интересен. А может быть, у кого-то легкий на этот состав. Так, пилинг носочки с экстрактом мяты. Это инновационный домашний уход за кожей стоп. Эффективно борется с натоптышами и мозолями, шероховатостью и сухостью кожи. Способствует обновлению заживления эпидермиса, укрепляет ногтевую пластину, содержит фруктовые кислоты, которые бережно отшелушивают ороговевшую кожу. В составе экстракт апельсина освежает и укрепляет ногтевую пластину. Экстракт перечной мяты оказывает охлаждающее и расслабляющее действие. Экстракт авокадо глубоко увлажняет и заживляет трещины. Гидролизованный коллаген предотвращает старение кожи. Экстракт кокоса интенсивно питает и устраняет шелушение. Гиалуроновая кислота делает кожу гладкой и увлажненной. В общем, мне состав нравится, поэтому я решила все-таки рискнуть, попробовать. Я думаю, прям ничего страшного такого не будет, прям сильно-сильно страшного. Ну, попробуем, девочки, что делать. Надо же попробовать когда-нибудь в жизни чего-то, да. В общем, пока я свяжу с этими носочками, я так подумала, что можно пока что-нибудь сделать с лицом, поухаживать за лицом. И я заметила, мне немножко отросли тут волосяные усики. Я сейчас возьму вот это вот средство, которое от Фаберлик и удалю их. В общем, девочки, принесла я зеркало. Сейчас я волосы уберу, чтобы лицо у меня не падали. Так, как-то так. Уже получше, да. Так, беру я вот этот вот крем-депилятор 3 в 1. Вот коробочка от него такая. И лопаточка тут есть. В общем, крем я наношу на 5-10 минут. Вот там, где у меня эти волосяные усики. У кого не усики, у кого может еще что похоже. И, в общем, через 5-10 минут буду лопаточкой удалять. Если они удаляются хорошо, значит уже все. Можно повторить, но ненадолго. А потом масло нанесу. Кстати говоря, купалась я сегодня, девочки, вот этой щеткой. Щетка-мочалка, которую я купила в фикс-прайсе. Смотрели предыдущее видео? Спинку потереть, такое классное дело, хочу вам сказать. Прямо мне понравилось. Во-первых, хорошо спинка так очищается. Прямо вот этой щеточкой. И подошву, пяточки тоже потереть. Тоже здорово. Так, ну ладно. Вот это я сейчас как-то нанесу. И потом вернусь к вам, будем удалять. Или удалю потом, вернусь. Вы уже это все видели? Кто постоянно смотрит мои видео, вы это видели. Вот так нормально слой наношу, не жалеючи. И все. Ты с усами такая тетка смешная. Все, девочки, подержала. 10 минут я это делала. И решила, теперь пора уже это дело снять. Что-то дело. Этот крем так. Лопаткой снимаю. Где-то отошло, где-то не очень. Сейчас посмотрим. Сейчас я вот это все сниму. И посмотрю повнимательнее. Через увеличительное стекло. Все, девочки, я все смыла. Удалилось все. Так, теперь вот это маслице. Вот это маслице, оно успокаивает. Успокаивает и снимает воспаление. В общем, покраснение. Я его всегда тоже намазываю. После депиляции. Вот так вот делать нечего. Надо привести себя в порядок, если делать нечего. О, все замечательно. Так, что-то я проголодалась. Надо позавтракать. Я вчера запеканочку сделала. Но я ее не снимала, потому что уже сколько можно ее снимать. Вы уже все наизусть знаете, как я ее делаю. Все. Пускай чуть-чуть она побудет на лице. Лишнее потом удалю попозже. Все, пошла завтракать. Кстати, девочки, если кому интересно, вот это средство для депиляции, три в одном. Артикул 25,75. И вот это масло после депиляции, артикул 21,24. Депиляции, артикул 21,24. Вот, вот такое вот маслице. Так, ну вот моя запеканочка. Кстати говоря, сметана 10-процентная. Если кто не знает, вот она нормальная такая, не жидкая. Ну, нормальная сметана. Как 15-процентная, в принципе, особой разницы нет. Вот, я люблю сметанки побольше. Пошла я кушать запеканочку. Вот так вкуснятину мою. Все, девочки, сняла я носочки, подержала я их час. И сейчас вот я хочу нанести вот этот крем. В общем, ноги нормально себя чувствуют, как будто там ничего я не делала. Но будем наблюдать дальше, что будет у нас дальше. В общем, вот этот вот крем сейчас нанесу. Вышла я, девочки, на улицу. Решила прогуляться и в магазин заодно сходить. Казалось, что ветра нет на улице. А сейчас ветер есть. Наверное, там задувают вам. Бог, зашла я за угол, тут уже ветер не дует. Захотелось воздухом подышать. Вообще у нас так пасмурно. Вот так это мне не нравится. Уже который день пасмурная погода. На улице темно, вернее, в комнате темно, как будто на улице вечер. Все время такое состояние. И ничего не хочется. Хочется, знаете, не вылазить в зоны комфорта. Но иногда приходится себя заставить. Я иногда говорю себе, вставай, выходи. Мусор заодно вынесу. Пройдем, подышим чуть-чуть. Вот сегодня смотрела передачу там какую-то про полезные продукты. И эта передача мне напомнила о том, что надо рыбу. Рыбные продукты надо есть. Вообще там говорят 2-3 раза в неделю. А я даже не каждую неделю рыбу ем. И я так подумала, какую бы рыбку мне хотелось. И я вот думаю, либо сейчас скумбрию. Вообще хочу скумбрию. Либо копченую взять, либо по-домашнему маринованную мне очень еще нравится. Вот сейчас зайду в рыбный магазин. У нас тут есть на светофоре. Вот, посмотрю, что там есть. Потом еще в пятерочку. Еще там куда-то хотела зайти в мясной. Потому что у меня утром другие были желания. В общем, короче, идем. У нас тут на светофоре есть магазинчик вот такой. Рыба и морепродукты. Пойду посмотрю, что там есть хорошего. Так, икра, горбуши. Вот скумбрия по-домашнему. 56-90-100 грамм. Остатки я брать не хочу. Вообще много интересного тут есть. Вот такая скумбрия. О, классная. Жареная рыбка. Варелька. Сейчас подумаю, что-нибудь возьму. О, какое разнообразие. А к пивку тоже. Ой, здорово как пойдет. Вот, ну и другие. Замороженная рыбка тут всякая есть. И вот, есть много всяких уже вкусненьких замороженных вещей. Креветки разные, какие хотите. Так, ладно, надо брать креветку с кампи. Вообще такую большую. Первый раз креветку вижу. Ну что, вышли, топаем дальше. Смотрите, какое небо. Хмурое. Туман какой-то непонятный. Так, иду я дальше. Что еще хочу? Зайти, наверное, мясной. И еще пятерочку, наверное, еще зайти. В общем, короче, сметанка нужна. Ребрышки хотела взять, пожарить. Ребрышки хотела. Но взяла рыбку, кстати, не скумбрия. Взяла толстолобика. И взяла немножко красной икры. В железной банке. Лососевая. Чтобы побаловать себя. Так, опять ветер паду. Ладно, попозже вернусь. Зайду я в мясные. Донские традиции мясокомбинат. Посмотрю, если там есть ребрышки, возьму. В следующий раз, может, приготовлю их. Что-то народу много. Так. Что это у нас? Корейка свиная. Ребрышки свиные. 289 рублей. Не знаю, может, взять. О, у нас тут была аптека. Ну вот, теперь у нас будет тут. Увелир, гравировка. Ключи. Так, магнит косметик. Сегодня скидка 20%. Пойду кое-что гляну. Так, что я хочу? Сейчас я посмотрю. Ой, не вижу, не вижу моего геля. А его тут не вижу, нету. А вот за гелем я только и пришла. Ну ладно. Пойдем дальше, значит. О, увидела брыф гель. Вот этот 249. Я им пользуюсь давно уже. Четонка. А вот они все такие. Вот таким брыф гелем пользуюсь. Такая штука вешается. И потом добавляете туда. Надолго хватает. Мне нравится. Вот этот запах классный. Так. Ну все. Вышла я с магнит косметик. И сразу же захожу в пятерочку. Почти все я купила. Еще осталось в пятерочке. И фрукты, может быть, здесь и возьму. Посмотрим сейчас. Так. Людей тут хватает, я смотрю. Берем корзинку. Так. Фрукты. Вот эти мандариночки хочу взять. Я их брала. Такие вроде хорошенькие. 82,99. Я смотрю, тут подарочки всякие разные. Продаются уже наборчиками. Ну какие всякие. Цены разные тоже. На какой вкус хотите. Вот тут тоже украшено так все. Такой прикол, да? Такой подарочек. Бутылочка. С конфетками. Интересно. Донышко, наверное, открывается. Прикольный такой подарок. Да. Вот украшение на ёлочку. Симпатичное. Так, ну что я там набрала. В рыбном магазине взяла вот такого толстолобика. Толстолобик в заливке. С лучком. Я смотрю, тут специи. Очень интересно мне попробовать. Взяла чуть-чуть. Если понравится, буду брать. Решила побаловать себя красной икрой. Почему бы и нет, а, девочки? Надо иногда позволять себе. В общем, рыбные продукты я себе взяла. Так, теперь я зашла в мясной. Свинина, ребрышки свиные. 289 рублей у нас килограмм стоит. И, в общем, здесь на 2 килограмма, да, вытянула. 400 не вижу, 62 рубля. Вот, ну, здесь как раз такие вот, какие мне нужно. Ребрышки здесь немного. Мяса. Так, ну, это готовить я буду уже в следующий раз. Сегодня рыбу поем. Сейчас сварю, поставлю, сварю картошечку. И поем с рыбкой. Так, ну, а что я взяла в пятерочке? Ну, туалетную бумагу по акции взяла. Мандарины 82,99 стоят. Вот, ну, они такие вот вкусные, уже сладенькие, уже спелые, созрели. Взяла себе вот такую баловнюшку. Тортик, одна порция, в общем, Прага, мне нравится. Ну, раз в неделю можно себя побаловать. Вот такие соки беру. Это какой-то сок в первый раз вижу. Может быть, он уже не новый, но я такой не брала. Ну, это вот Настя приходит, бывает раз, там, открыть стаканчик. Сама иногда побалуюсь. Взяла две сметанки. Сметанка по акции была. В общем, она мне нужна. И она еще там срок годности у нее до января 4-го. Вот такая капуста квашеная с клюквой взяла, ну, была маленькая. А если бы была большая, я взяла большую. Самая лучшая, вкусная. Когда-то сама делала. Так, свежую капусточку взяла. И вот тоже молоко. Ну, я бы не брала себе детское молоко. Но иногда бывает нужно, вот, пол-литра бывает, стакан молока куда-то. Большой литр откроешь молоко, потом оно не допивается у меня, пропадается. Поэтому приходится вот иногда брать вот такие вот упаковки небольшие. Была бы взрослая, вот, пол-литровая. Раньше делали, сейчас что-то не делают. Все, девочки, картошечку я сварила, маслицем сливочным обмазала, огурчик. И вот она рыбка наша. Я ее понюхала, пахнет вкусно. Но специй, мне кажется, много. Ну, попробуем сейчас на вкус это дело. Хотела, девочки, покушать без вас. Ну, думаю, я же вам рыбу распоказала. То надо ее тогда и попробовать вместе с вами, да? Вот, и сказать вам, какая она. Потому что, если кто-то рядом живет, или, может быть, в другом магазине где-то повстречает такой рыбу, может, захочется. Называется толстолобик в заливке. Я смотрю, много специй всяких разных тут. Ну, не знаю, может быть, их можно было и меньше бы сделать, да? Короче, беру кусок, пробую. Неплохо, неплохо. Картошечку, она. Вкусненько. Так, ну, я дальше буду кушать сама. Рыба мне понравилась. Ну, и скумбрия. Скумбрия, она просто по-другому приготовлена. Она тоже очень вкусна. В общем, девочки мои хорошие, пойду я сейчас к телевизору, сяду, и буду потихонечку эту рыбку смактовать, получать удовольствие. Запущу какой-нибудь сериальчик, смотреть буду. И дальше уже сегодня буду отдыхать. Ну, и мы с вами увидимся в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok